А жуткие истории, давайте обфоуд глянем. Почему бы нет? Пау-пау! Жуткие истории уборщиков мест преступлений. Па-па-па. Люди, которые занимаются уборкой мест преступлений, расскажите о самой жести, которую вы видели. Работаю уборщиком мест преступлений. Мой первый выезд на зачистку суицида был тем еще испытанием. Ситуация такая. Мужик зашел в гараж и шмальнул себе в голову. Блядь, одни из самых грязных случаев. Никогда не забуду, как мне пришлось плоскогубцами выковыривать зубы и куски черепа из регипсовой стены за его спиной. Ну и как я убирал по всему гаражу кровь и мозги. Хотя самый ад был с его пикапом. Нам было поручено отвезти его на мойку фирмы и досконально все вымыть под мощным давлением. Я взял это на себя. И, как мне показалось, с работы справился на уран. После помывки я все еще раз хорошенько проверил на предмет крови, но ничего не нашел. Так что я повез машину обратно. По дороге назад начался небольшой дождь, и я решил включить дворники. Через секунду меня охватывает резкий ужас. По идеально чистому лобовому стеклу размазывается небольшой кусочек мозга. Я резко выбежал из тачки и быстренько все подчистил. Представляете, что было бы, если бы в тот день не было дождя? Что если бы это произошло с женой или дочерью пострадавшего, которые и так были убиты горем? Истории уже 10 лет, но я помню все как сейчас. С тех пор я перепроверяю все по 3-4 раза. Нас пару месяцев назад вызвали на ДТП. Когда мы приехали, картинка перед нами стояла как из фильма. Чувак перебегал через оживленную дорогу в неположенном месте и нарвался на машину, ехавшую около 90 км в час. Он ударился башкой об лобовое, после чего тут же отлетел в сторону и попал под другую машину, которая протащила его по земле еще метров 20. После того, как коронер закончил расследование, нам было велено по кусочкам соскребать с асфальта все органы. Шикарный выдался урок анатомии. Состою в резерве армии США. Однажды нас вызвали на взрыв пропана. Приехав на место, вместо тела мы обнаружили руку, держащую бак. Без тела, без ничего, просто руку. Я не убираю места преступлений, но вывожу тела усопших. Я могу рассказать вам о каких-то более конкретных случаях, но в целом ситуация такая. Как-то в Киеве с моста чел прыгнул, попал между двух колес грузовиков. В итоге части мозга в одной стороне, а в другой легкие. Ебать. Мне вечно приходится сталкиваться с говном, блевотиной и мочой. Я видел огромное количество плесени и странных насекомых, которые, скорее всего, еще не были открыты человечеством. Я понимаю, почему работники скорой стараются не задерживаться на подобных вызовах. Никогда не забуду, как я один раз попросил их помочь мне, потому что мне было тяжело отличить тело от кучи всякого говна, которое было больше похоже на труп, чем он сам. Люди предупреждали меня, что после смерти тело раздувается, и что если его неправильно взять, то это приведет к протеканию. Но та картинка, которую я представлял у себя в голове, и близко не отражает всю ту жесть, которая происходит на самом деле. Представьте, что вам нужно максимально деликатно закинуть кишащую насекомыми 180-килограммовую тушу на носилки. Одно неловкое движение, и она начинает растекаться. Ой, чуть было не забыл рассказать вам о людях с питомцами. Знаете, что происходит с собаками, когда их хозяин умирает и бросает бедняжих без еды? От безысходности они начинают жрать труп хозяина. А потом ты приезжаешь к ним домой, видишь эту милую собачку, которая радостно смотрит тебе в глаза, потому что она впервые за долгое время увидела человека, и понимаешь, что у ее хозяина тупо отсутствует лицо. Я все понимаю, бедняге было нечего есть, но эта жуть еще та. Некоторые животные все же предпочтут умереть от голода, чем сожрать своих мертвых хозяев. Интересно, от чего это зависит. От их вкусовых предпочтений, видимо, лол. Мой пес довольно привередлив в плане еды, так что за себя я не беспокоюсь. В мою работу входит обезвреживание фугасов. Чувак реально в это верит, блядь. Фугасов. Можно сказать с натяжкой, что я уборщик мест военных преступлений. Недавно на минном поле, на котором мы работали, произошел небольшой казус. Неподалеку прогуливалась корова и напоролась на противопехотную мину. К сожалению, ей не повезло вдвойне, потому что под этой миной оказалась еще и Мон. Осколочная мина направленного поражения. Для геймеров и солдат это как клеймор, только побольше. Бедную корову в буквальном смысле разрубила пополам. Ее внутренности разлетелись по всей территории. Кишки на деревьях висели так, будто это новогодние елки, украшенные ганнибалом. Один из членов моей семьи раньше занимался... Бля, бедная корова. ...как неприятной уборки, в том числе мест преступлений. У него был случай, когда скорая увезла тело суицидника. Чувак прострелил себе башку дробовиком, но не заметила за диваном довольно крупный кусок мозга. После этого мой родственник решил, что пора искать другую работу. Знакомая фигня, работаю врачом скорой помощи. Приходит вызов, чувак застрелился из ружья. Он мертв, делать там особо нечего, но надо заскочить, констатировать смерть. Мы приехали, полиция накрыла тело, всех родственников отводят подальше, и тут мой напарник хлопает меня по плечу. Указывает пальцем на дерево, под которым лежал жмур. А на дереве спокойно себе лежит практически целехенький мозг потерпевшего. Еще крутой случай был. Бухой водитель влетел в дерево. Не был пристегнут, поэтому вылетел через лобовое. Правда, не совсем целиком. Одна нога осталась в машине. Это был один из двух случаев на моей практике, когда человек выжил после такой серьезной ампутации. Пережить потерю пальца ноги или руки не проблема, но целой ноги нет уж. Мы отвезли его в больницу, но нам было велено тут же вернуться обратно, потому что менты не знали, что делать с его ногой. И перед тем, как кто-то спросит, сразу отвечу, что обратно пришить ногу не было ни малейшего шанса. Более того, мы бы ее сами даже из машины не смогли бы достать. Она там конкретно застряла. Верну, заплатите! Так что, мальчики и девочки, не садитесь по пьяниной руль. И бога ради, пристегивайтесь. Как меня задолбали всякие мудаки, которые говорят, что они лучше вылетят через стекло. Вам, видимо, не особо приходилось... Да, и спасибо, Тук-Тук, прости, за 400 рублей. Благодарю тебя. ...видеть, что происходит с людьми вроде вас. А нам приходится постоянно. В большинстве... Привет, Серега, я сейчас, короче, хуй измерил и пиздец удивился. Он теперь 14 сантиметров. То есть, за полмесяца на один сантиметр вырос. Пруф и скинул. Бля, пиздец, реально. Просто нахуя. Это он от меня! Аварий вы не выживете. А если выживете, то жизнью это назвать будет крайне сложно. Это не то, чтобы моя работа, но мне доводилось прибираться после всякой жести, так как мой дядя раньше владел многоквартирным домом. Как-то раз один из наших арендаторов передознулся Герычем. Прежде чем соседи учуяли его запах, прошло почти три недели. Приехала спецслужба, увезла тело, а уборку оставила на нас. Блин, чувак заболевал потолок. По всему потолку были маленькие капельки рвоты, а на том месте, где он откинулся, осталась лужица его кишечного сока, которая пропитала весь ковер и даже оставила след на бетонном основании пола. До этого я думал, что подобное говно убирают специально обученные люди, но на своем опыте убедился, что нет. Если хочешь, чтобы кто-то отмывал за тебя кровь и мозги, то готовься раскошелиться. Хм, интересно, насколько в каждом штате все по-разному в этом плане. У нас один родственник тоже выпилился. Так мало того, что мы сами потом все отмывали, так нам еще пришлось заплатить компании за то, что они вывезли тело и ковер, плюс мешки с другими задетыми вещами. Пять тысяч долларов просто за то, чтобы его забрали. Ебать, пять тысяч долларов? Блядь, спасибо, зубодер, за пять подарочных сабок. Вместе с уборкой нам бы все обошлось в 10 тысяч плюс. Я не прибираюсь на местах преступлений, но я медик, так что у меня тоже есть пара странных случаев. Один раз приехал по сообщению о суициде. Чувак поднес к подбородку пистолет, но в последний миг, видимо, зассал, передумал и отстрелил себе левую часть лица. Пистолет отскочил, и бедняге пришлось в вагоне еще метр-полтора ползти за оружием, чтобы уже довести дело до конца. Второй выстрел сделал свое дело. Практически на каждой вещи в гостиной остались следы их владельца. Ебать, вот это пиздец. Мне что, даже не по себе, блядь, от этого видоса, честно говоря. Представляете, вы совершаете самоубийство, отрываете себе пол лица? Потом еще раз. У него, кстати, было двое детей. В другой раз нас вызвали после того, как полиция заехала проверить здоровье одного старичка, которому уже было под 80. У него был крутой дом. Как по мне, стрёмное в то, что в конце он передумал. Как ты понял, что он передумал в конце? А, типа из того, что это? А, ну да. Машина. Внутри все было в крестах и иконах. Когда нас позвали в спальню, мы обнаружили нашего старикашку в костюме монашки. Это был такой, типа, сексуальный костюм на Хэллоуин. Кроме костюма на нем не было ничего. Как мы поняли, дед взял четки и решил себя ими немного подушить. Но сердечко этих игр не выдержало, и он откинулся от инфаркта. Это был один из... Старый дед в костюме эротической фонашки, фонашки, душил себя четками или чем там. Ну, мне бы такую старость. Самых странных случаев за всю мою работу. Я видел кучу всякой жути. Раньше работал судмедэкспертом. Бывал на местах преступлений, занимался расследованиями, перевозил тела в морг и помогал со вскрытием. Вот вам самый адовый случай. Мужик замочил свою супругу, запихал тело в небольшой холодильник и закопал его в лесу. Тут важно добавить, что когда тело просто закапывают, то оно разлагается как обычно. Я привык видеть всяких насекомых, вздутия, слезающую кожу, торчащие кости и так далее. Чтобы привыкнуть к тому, как выглядит разложение тела при нормальных условиях, достаточно буквально несколько раз поработать с трупами. Потом это становится обыденностью, и вы начинаете понимать, чего ожидать в следующий раз. Приходится сталкиваться с разными уровнями жести, но спектр работы примерно понятен. Надеюсь, что внятно объяснил. Так вот, в этом случае труп находился в герметичной среде, так что ничего из того, что я перечислил, тут не было. Грубо говоря, тело около года просто тушилось, может даже дольше, я уже не помню. На месте я в тот раз не работал, но я помогал на вскрытии. К нам в морг привезли холодильник, я подготовил помещение, зашел врач, и я стал доставать тело. Боже мой, какой от него исходил запах. Я никогда, никогда не забуду его. Мне довелось работать с разными случаями смерти, с разложившимися трупами, но пиздец, эта херня была в 10 раз страшнее. В нашем морге, естественно, была система ВИК, воздушные фильтры, освежители и вся прочая лабуда, но она вообще никак не спасала. Запах был такой мощный, что я начал задыхаться, у меня никогда такого не было. И чуть было не блеванул в респиратор. Доку тоже стало дерьмово, он был близок к тому, чтобы потерять сознание. Это был самый худший, самый острый запах концентрированного аммиака, который только можно себе представить. Мне никогда не доводилось испытывать ничего подобного. Если вино с годами становится только лучше, то с аммиаком все ровно наоборот. И все гораздо хуже, чем вы можете себе представить. Самое ужасное, что он въедался нам в кожу, и я потом еще неделю не мог вымыть его из себя. Там сколько щеткой, не три, все было бестолку. Худшее вскрытие в моей жизни. В итоге мы закончили только через три часа, потому что без перерывов было никак. Этот случай перебил все самые сумасшедшие несчастные случаи и самые любопытные суициды, которые я когда-либо видел. Мой друг пожарный недавно рассказывал, как его один раз вызвали на ДТП. Он приезжает, а там корветт влетел под 18-колесный грузовик. Когда машину наконец вытащили из-под грузовика, оказалось, что тело водителя было практически целым. В его руке был мобильный телефон, но был один косяк. Голова водителя лежала на заднем сидении. Выяснилось, что чувак переписывался с кем-то на скорости около 110 км в час, не заметил красный и залетел прямо под грузовик. Даже не знаю, как относиться к таким историям. С одной стороны, очень жаль, что люди уходят из жизни по такой глупости. А с другой стороны, сам виноват. Нам жизнь по миллиону раз намекает, что не стоит пользоваться телефоном во время вождения. Мой лучший друг когда-то работал на такой работе. Он рассказывал, что самое странное дерьмо всегда как-то было связано с уборкой после суицидов. Один раз он прибер... Бля, мне что-то как даже это, ребята, не по себе вообще попит. ...стался на месте, где какой-то чувак отстрелил себе дробовиком башку и нашел на полу его целые усы. Блядь, это смешно, осуждаю себя. Еще у него был случай, когда чувак попытался выпилиться выстрелом в живот. Но пистолет был слишком малого калибра, так что прежде, чем он откинулся от потери крови, он еще успел исписать ее все стены. Писал всякую сумасшедшую хрень. Я убираю места преступлений, но самый долбанутый случай с ними никак не связан. Однажды пожилой мужчина снял отель и пригласил к себе девушку по вызову. Жахнул Виагры, они начинают заниматься любовью, как вдруг что-то в его хрени рвется или лопается, и во все стороны начинает хлестать кровь. Она оказывается на полу, на кровати, на стенах, чуть-чуть на потолке и так далее. Картина была будто из сериала Декстер. К счастью, мужик выжил. Видимо, травма была не настолько страшная, как это выглядело, но черт побери, нам пришлось хорошенько поработать. Большое спасибо за... Блять, уздечка, что ли, порвалась? Пиздец, блять, просто кровавым членом все залил там. Да, похоже на то, как будто бы порвалась уздечка, чат. Продолжение следует... Продолжение следует...